Здравствуйте! В эфире наша программа «Сила права». И сегодня у нас в гостях по традиции старший помощник прокурора Карачаева-Черкесской республики Елена Дармаграева. Здравствуйте, Елена! Сегодня мы будем говорить о защите прав предпринимателей. Скажите, пожалуйста, что делается прокуратурой в этом направлении? Вопросы защиты прав предпринимателей входят в число наших приоритетов и находятся в центре постоянного внимания органов прокуратуры республики. Проводимыми проверками охватываются аспекты предоставления мер государственной поддержки предпринимателям, оказания государственных и муниципальных услуг, ликвидации административного давления на бизнес. Хочу отметить, что особое значение придается нами соблюдению законностей при проведении в отношении предпринимателей контрольно-надзорных мероприятий. Если обратиться к статистике, то, начиная с прошлого года и по настоящее время, нами было выявлено свыше 700 нарушений законодательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Для их устранения было внесено более 300 актов прокурорского реагирования. По материалам, проведенных прокурорами проверок, возбуждено два уголовных дела. Достаточно распространенным нарушением являются такие, связанные, когда, допустим, нормативные правовые акты несвоевременно приводятся в соответствии с изменившимися нормами федерального законодательства. И в таких случаях мы принимаем меры прокурорского реагирования. Вы можете какие-то примеры привести по устранению нарушений в сфере нормотворчества? Ну, в этой сфере. Да, конечно, такие примеры есть. В частности, с учетом замечаний прокуратуры республики, выявленных на проектной стадии принятия нормативных правовых актов, был разработан порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм и порядок распределения субсидий сельхозтоваропроизводителя. Эти субсидии предназначались на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей при закупках ими сельхозпродукции у граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство. Еще такой пример. По представлению прокуратуры республики были приведены в соответствии с федеральным законодательством нормативные правовые акты, регламентирующие отдельные виды осуществления регионального контроля. Имевшиеся нарушения позволяли необоснованно широко трактовать основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, не предусматривали в ряде случаев сокращенных сроков для проведения проверок в отношении предпринимателей и по-иному, в отличие от федеральных законов, определяли порядок рассмотрения возражений и сроки предоставления возражений контролируемых лиц при объявлении им предостережения. Еще могу привести примеры. При нормативном правовом регулировании в области торговой деятельности нами устранялись имевшиеся нарушения. Прокурорами было принесено 6 протестов на постановление органов местного самоуправления об определении границ, прилегающих к объектам территорий, на которых запрещалась розничная продажа алкогольной продукции. Данные постановления были приняты на основании постановления правительства Российской Федерации, которая к настоящему времени уже утратила силу, и поэтому права хозяйствующих субъектов ограничивались. И 33 представления было внесено прокурорами в связи с незаконным бездействием муниципалитетов, когда ими не актуализировались нестационарные схемы размещения торговых объектов. Нарушения выразились в том, что в отдельных случаях принятые нормативные правовые акты не были размещены на официальных сайтах в сети интернет органов местного самоуправления, и были также выявлены такие случаи, когда не были разработаны правовые акты с определением конкретных мест размещения нестационарных торговых объектов. И по внесенным нами представлениям нарушения устранены. И все-таки по каким вопросам чаще всего в прокуратуру обращаются предприниматели? Достаточно часто обращаются предприниматели с заявлениями по поводу того, что, допустим, ими выполнены контрактные работы, а оплата своевременно не произведена. И это, конечно, находится в центре нашего внимания. Мы всегда реагируем. Могу привести пример, что в прошлом году по итогам нашего вмешательства было погашено свыше 400 миллионов рублей за исполненные предпринимателем работы по контрактам, но которые не были своевременно оплачены. Всего в этой сфере, могу привести такую статистику, что нами было внесено 28 представлений, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях и объявлено одно предостережение о недопустимости нарушений законов. Хотелось бы спросить, подвержена ли нарушениям сфера предоставления государственных и муниципальных услуг? Ведь это тоже очень важно. Да, конечно, это очень важно. И тут тоже нами нарушения выявлялись и устранялись. По протестам прокуроров приведены в соответствии с федеральным законом 12 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере землепользования и градостроительства. Также выявлялись нарушения, связанные с несвоевременным уведомлением заявителей о рассмотрении их обращений, которые тоже были связаны с предоставлением муниципальных услуг, и когда несвоевременно предоставлялись муниципальные услуги. По этим фактам нами было возбуждено 17 дел об административных правонарушениях. Все они рассмотрены и удовлетворены. На правонарушителей наложены штрафы, сумма которых превысила 50 тысяч рублей. А что предпринимала прокуратура для снижения административного давления на бизнес? Прежде всего, это, конечно, обеспечение безусловного соблюдения законодательства о государственном контроле. И с целью снижения административного давления на бизнес прокуратура Республики особое значение уделяет наличию законного основания для проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Хочу привести такие примеры, что в прошлом году прокуратурой Республики было отказано в согласовании 77% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых мероприятий, а в этом году эта цифра превысила 60%. Среди основных причин отказа — это, как я уже сказала, отсутствие законного основания для проведения проверки, ненадлежащее оформление документации и непредставление доказательств, которые бы обосновывали, что именно это контрольно-надзорное мероприятие нужно провести. В данной сфере нами было выявлено более 130 нарушений законодательства. В целях устранения их внесено более 70 представлений, возбуждено более 30 производств об административных правонарушениях и принесено было прокурорами 18 протестов на противоречащие закону положения нормативных актов, в основном касающиеся проведения муниципального контроля. И по итогам нашего вмешательства результаты двух проверок, проведенных в отношении предпринимателей, были признаны незаконными и отменены. Ещё хотелось бы отметить, что прокурорами обеспечивается реализация законных интересов предпринимателей на получение актуальной и достоверной информации, которая необходима для ведения бизнеса. В частности, нами было выявлено бездействие контролирующих органов, когда они не размещали на своих сайтах в сети интернет для сведения предпринимателей проекты нормативных актов, которые содержат порядок проведения государственного контроля осуществления в отношении хозяйствующих субъектов. Либо не содержалась информация о мерах ответственности за нарушение предпринимателями обязательных требований, либо же имели место факты, когда такая информация не поддерживалась в актуальном состоянии. И в связи с этим мы вносили представления и приняты меры к устранению допущенных нарушений. Елена, скажите, существовали ли ещё какие-то нарушения в данной сфере? Да, ещё можно привести такие примеры, когда, допустим, не в полной мере создаются благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Прокурорами были выявлены отдельные случаи, когда органами местного самоуправления либо не были разработаны программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, либо же программные мероприятия ненадлежащим образом финансировались или исполнялись. В связи с чем прокурорами было внесено три представления и направлено два заявления в суд. По принятым нами актам принимаются меры к устранению нарушений. Ещё могу отметить группу нарушений, которая связана с привлечением к административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности. Это, допустим, когда должностные лица не в полной мере реализовывали свои полномочия для доказывания непосредственной вины лица, привлекаемого к административной ответственности. Или обстоятельства, подлежащие выяснению при распрешении административного дела, устанавливались неполным образом. По таким основаниям прокурорами было принесено 19 протестов и постановления по делам административных правонарушениях в отношении предпринимателей были отменены. Напоследок хотелось бы спросить, как предприниматели могут подать заявку в прокуратуру? Да, очень важный вопрос. Предприниматели могут к нам обратиться, подав заявление в письменной форме, либо направить такое заявление в форме электронного документа. В заявлении нужно изложить существующую проблему, рассказать о том, какие права нарушены. При получении заявления мы обязательно организовываем проведение проверки, и по результатам проверки при наличии оснований обязательно принимаются меры к устранению нарушений законов. Также хочу сказать, что в органах прокуратуры Республики большое внимание уделяется приему субъектов предпринимательской деятельности. Такие приемы проводятся нами на постоянной основе. Каждый первый вторник месяца как в Республиканской прокуратуре, так и в прокуратурах городов, районов, межрайонных прокуратурах обязательно проводятся приемы. Эти мероприятия мы всегда анонсируем с помощью наших сайтов и социальных сетей. Также хотелось бы отметить, что проблемы, существующие, вопросы состояния законности в сфере предпринимательской деятельности, регулярно обсуждаются на проводимых у нас мероприятиях как по взаимодействию с общественностью, так и на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. Тут рассматриваются проблемы, интересующие предпринимательское сообщество, вырабатываются пути их решения и пути усиления совместного взаимодействия. Прокурорами проводится активная разъяснительная работа. Предпринимателям разъясняются новые положения законодательства, касающиеся соблюдения их прав, порядок предоставления мер государственной поддержки, способы защиты их прав. И в заключении хочу сказать, что вся наша работа, проводимая по защите предпринимателей, придает согласности. Информацию о результатах наших проверок мы размещаем как на нашем сайте, так и в социальных сетях Республиканской прокуратуры. И, конечно же, широко используется потенциал региональных средств массовой информации, за что хочу вам сказать отдельное спасибо. Спасибо. И вам спасибо за полную информацию. Я думаю, предпринимателям эта информация будет очень важная цена. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Это ты в 7 лет стащил кортик у деда. Это тебе мужики со двора говорили. Боец? Это ты никогда не боялся драки. Это с тобой. Ей везде спокойно. Это на тебя друзья всегда могут положиться. Это ты не можешь остаться в стороне. Это ты. И здесь ты. Среди своих. Здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok